В один из залов музея Ларка в Лиме случайных посетителей не пускают. Ты, во-первых, должен точно знать куда и зачем идешь, а во-вторых, суметь убедить смотрителя, что тебе туда надо. Хотя обычно с этим прекрасно справляется долларовая десятка. Я, к сожалению, про тайную галерею знать не знал, ведать не ведал, а потому ходил вокруг да около нее кругами. От мумий к золоту, от золота к пыльным доисторическим пончам. А ведь совсем рядом был секретный кабинет, утыканный плотными рядами полок, что упираются в высокий потолок. Стеллажи эти уставлены в притирку сосудами, которые почти 80 лет с момента извлечения из раскопа прятали от публики. Только последнее время режим заключения для полутора тысячелетних керамических любовников чутка послабили. Здесь хранятся припекантнейшие горшки индейцев мочи. По совести говоря, ничего более скабрезного человеческая культура не знает. Царство Мочика было сверх цивилизацией своей эпохи. Тысячи две лет тому назад их цивилизация выплеснулась из долины Мочи и покатилась кровавым катком вдоль побережья. Вернее, двумя катками, поскольку на север и на юг. Но кровавыми были оба. Пленных они брали только для того, чтобы принести в жертву. Есть мнение, что и рабов у них не было. То есть иноплеменных женщин и детей они тоже пускали на корм своим богам. Да что там, среди племенной знати Мочи было принято устраивать ритуальные поединки. И при этом никакой гуманистической мерлихлюндии. В живых оставался только один, побежденный становился священной жертвой. С той же целью Мочика энергично прореживали свою молодежь. И при этом не позволяли себе никаких нежностей, вроде «Я тебя не больно зарежу». Людей неделями держали в пытошных, каплями сцеживая кровь, потом приводили в чувства и приступали к мучениям вновь. Объясняют это тем, что у Мочи было какое-то особенно трепетное отношение к воде. А потому любые физиологические жидкости туземными богами ценились особенно высоко. Мочи были строителями самых древних и больших пирамид Южной Америки. Сохранились две. Уака-дель-Соль и Уака-дела-Луна. Высотой в 30 метров каждая, с многосотметровыми в длину и ширину оснований. Ну, понятно, тут, на вершине пирамид, главным образом пускали кровь. Но Мочи умели еще изготавливать лучшие в регионе бронзовые инструменты. В основном для человекоубийства, конечно. В раскопах очень часто встречаются статуэтки декапитатора. Существа о четырех, шести и более конечностях, которые держат в одном щупальце нож, а в другом – человеческую голову. Но самое странное, что было важной частью их жизни – это керамика. У Мочи, считают археологи, эти сосуды заменяли собой книги. Их страна протянулась вдоль побережья на полторы тысячи километров и была крошевом мелких царств, размером с десяток футбольных полей. Любому подданному правитель мог накостылять самолично, да и следить за ними получалось, не покидая хижины дворца. Но индейцы понимали свое тождество, и северные Мочи жили в точности так же, как южные. Вот горшки и позволяли им сохранять культурное единство, поскольку были хрестоматиями духовной жизни. Сосуды просто изображали богов, отцов-основателей, жертвоприношения и бытовые сцены. Мочи изобрели способ производить свои горшки с применением форм, что позволило поставить производство таковых на поток. Самое удивительное в этом горшочном письме – то, что написаны им часто книги скоромные. Причем, если подбирать аналогии, это были сплошь и непременно десад за хермозохом. До нас дошло, не поверите, сто тысяч горшков индейцев Мочи. Вы не поверите еще раз, но более пяти сотен из них – эдакая индейская камасутра. И это то немногое, что до нас дошло. То есть гончарное производство 2000 лет тому назад очень напоминало съемки фильмов для взрослых. Но это сейчас соответствующая индустрия полагается обслуживать широкие слои гетеросексуального населения. Индейцы же явно работали с потребителем-гурманом. У них совершенно не встречаются композиции, где мужчины и женщины общались бы по обычаям, заповеданным Адамом и Евой. Нет, только хардкор, только эксперименты, только в ноздрю или в ухо. На этом зыбком основании этнографы построили две взаимоисключающие трактовки того, как решался женский вопрос в Древнем Перу. Одни считают, что там имела место полная эмансипация. Женщины у мачика, дескать, пользовались подлинной свободой и равноправием. Керамические любовники не имеют целью репродукцию. А коли для женщины здесь деторождение не является ни намерением, ни неизбежностью, ни даже просто возможностью, значит она не знает понуждения и ищет одного только наслаждения. Другие ученые говорят о ровно противоположном. Дескать, способы любви запечатлены болезненные и травматические, не предполагающие для дамы удовольствия. Значит, подруги индейцев мачика пребывали чуть ли не в рабском положении. Иди сюда, ляг, пошла вон. Как всегда, жизнь, вероятно, была хитрее. 15 лет тому назад нашли мумию некой царицы, которую прозвали Леди Као. Что характерно, ее тело было от пяток до макушки покрыто татуировками. Внешность царицы реконструировали. Получилось у перуанцев, что выглядело Леди Као эдаким гренадером в ритуальных юбках и явно неукротимой страсти не вызывало. Даже извращенной. И с глупостями к ней явно никто не лез. А если лез, тут же скармливался богам или отправлялся в пыточную. Теперь о том, за счет чего достигалось разнообразие. В конце концов, у индейцев и индийцев поровну полов, конечностей и голов. Как же южноамериканская керамическая камасутра оказалась богаче? Дело в том, что мачико смело включали в композиции младенцев, скелеты и животных. Гедонистическую комбинаторику это ощутимо разнообразило. Буквально в разы. Хотя традиционные формы отношений были исключены. Мне трудно представить людей, у которых коннект скелета и младенца может вызывать ажитацию. Но вот такие вот были мачико-затейники. Впрочем, большая часть сюжета включала вполне традиционные пары. Вот только использовали они друг друга нетрадиционно. И финал эту цивилизацию ждал совершенно заслуженный. При таком-то целенаправленном самовыпиливании. Безусловно, им порядком досталось от непогоды. Сначала парням выпали 30 дождливых лет с наводнениями. Потом случились 30 засушливых лет. Кто не перемер прежде, теперь-то дошел наверняка. Конец закономерен. Учитывая, что образ жизни мачико вели, в популяционном смысле, нездоровый. Практиковали массовые жертвоприношения. Капулировали не шибко репродуктивно. В общем, брать с них пример точно не стоит. Оригиналы были и экспериментаторы, конечно. Однако, такие движут культуру. А вот цивилизацию не очень. Особенно бурно развивается в организме ослабленным никотином, алкоголем и излишними нехорошими. Все-таки от людей кое в чем требуется здоровый консерватизм. Иначе ничего, кроме замысловатых горшков, от вас не останется. Добрели до конца. Лайкните, подпишитесь. Лайкните, подпишитесь. Субтитры создавал DimaTorzok